Мясо косули Ягоды можжевельника Перед черный Соль Лавровый лист Красная паприка Растительное масло Немного муки И зелень Еще нам понадобится пиво Но он у меня сейчас в холодильнике Я его достану тогда, когда будет нужно Для начала перед готовкой Практически все мясо дичи Вымачивается в воде С добавлением уксуса Или без него просто в воде Но в основном Многие это делают Потому что практически вся дичь Имеет свой специфический запах Запах неплохой Но просто специфический Но специально уничтожать Полностью вкус и запах дичи не нужно Тогда зачем она нужна? Тогда легче пойти просто в магазин И купить там говядину Или свинину Или баранину Поэтому дичь есть дичь Она имеет свою прелесть И сильно колдовать над мясом Не нужно Не нужно использовать Всякие зверские маринады Которые убьют полностью весь запах Вся прелесть дичи В ее уникальном вкусе и запахе Вот у меня это мясо пролежало Около 4 часов В обычной холодной воде Немного я туда добавил уксуса Совсем немного Там полстакана 6% И все Теперь мы берем И режем его Небольшими кусочками Какие-то пленки Убираем Жир Вот жирочек Удалять не нужно Потому что он вытопится И будет тоже вкусно Всякие лишние косточки Вырезаем Вот так я порезал мясо Это лопатка косули Какие-то здесь были косточки С достаточно большим количеством мяса Я их не стал обчищать Я их просто порубил Порционными кусками И в общем сейчас нам это все нужно обжарить Готовить я буду в чугунном боке Но запросто такое блюдо Можно готовить в любом котелке В казане Если этого всего нет То можно готовить в кастрюле Но мясо желательно будет обжарить На обычной сковородке Хорошо разогреваем сковороду Добавляем растительное масло Масло сюда нужно немало Потому что мясо совершенно постное Нужно чтобы оно хорошо пропиталось И тем более у нас еще много овощей Которые это все впитают Ну что, отправляем сюда мясо косули Сейчас его можно немного подсолить Чтобы оно уже стало солью пропитываться Пока мясо жарится Режем лук, морковку и помидоры Лук режем мелко Его можно не жалеть Потому что лук дает очень хороший вкус Сладость мясу придает После, когда мясо уже будет готово От лука очень хороший получается соус Подлива Поэтому лук нужен Морковку режем любыми кусочками По желанию Хотите крупными, хотите нет Можно порезать брусочками помельче Ну а помидоры, если есть желание и возможность То надрезаем крест-накрест Обдаем кипятком и снимаем шкуру Но так как блюдо все-таки более охотничье Которое не рассчитано на хорошие условия То не всегда это можно сделать И тогда берем просто их режем мелко И все Но так как дома все возможности есть Шкурку с помидоров снимаем На одну-две минуты заливаем кипятком И после сливаем Мясо отлично жарится Уже большая часть жидкости выпарилась Вот это будет вкусная подлива Теперь его можно поперчить черным перцем Чтобы мясо уже начало напитываться ароматами Вся жидкость с мяса выпарилась Оно уже стало немного поджариваться Засушивать его сильно не нужно Поэтому добавляем сюда лук Теперь жарим лук до золотистого цвета Если нужно, добавляем еще масло растительное Потому что лук хорошо себя впитывает Но нам нужно, чтобы лук карамелизировался Чтобы он отдал свой сахар Пока лук жарится, очищаем помидоры После кипятка они очень хорошо чистятся Вот так Теперь уже, когда мясо с луком Стали интенсивно жариться То постоянно нужно помешивать Чтобы лук не пригорал Помидоры очищенные мелко режем Помидоры очищенные мелко режем Примерно пол-литра пива И добавляем немного воды Теперь отправляем сюда морковь Лавровый лист И добавляем все остальные специи Ягоды можжевельника Вот такую примерно жменьку Розмарин Ложку Если есть сухой, сухой Если есть свежий То несколько веточек свежего И мьян Это чабрец Чайную ложку Вы, конечно, можете добавить любые специи Которые вам нравятся По желанию Мясо уже практически готово Я его попробовал Оно мягкое и нежное Перчим еще И теперь густоту подливы рассчитывайте сами Если вы хотите, чтобы она была жидкая Чтобы ее можно было хлебать Или поливать какую-нибудь картошку То можно накрыть крышкой Если вы хотите, чтобы она была гуще То ее нужно выпарить И крышкой тогда накрывать не надо Или накрыть, например, в конце Но основную массу жидкости выпарить Тушим так до готовности морковь Чтобы она стала мягкой Сейчас уже можно пробовать и подливу, и мясо И чего не хватает, можно всегда добавить Досолить, доперчить Или добавить каких-то специй По желанию Можно сюда еще добавить болгарский перец Можно сюда добавить острый перец Кто любит острое Морковка почти готова Добавляем помидоры И тушим так еще минут 15 До полной готовности Помидор и морковки Часть жидкости уже выпарилась Делаем немного огонь меньше И накрываем крышкой Чеснок или выдавливаем, или мелко режем Добавляем красную паприку Добавляем красную паприку Добавляем красную паприку Тушим так еще минут 5 Гарнир к такому мясу пойдет любой Рис, макаронные изделия, картофель вареный Но лучше всего наверно подойдет пюре Картофельное Потому что здесь очень вкусная подлива Теперь для того чтобы подлива была немного гуще Добавляем сюда примерно ложку муки Перемешиваем Можно добавить пару ложек Это смотрите по густоте Что мука сейчас разойдется И она будет Обволакивать Куски мяса Вот этими всеми специями и подливой И это будет очень вкусно Но перебарщивать тоже не надо Ну что, блюдо протомилось еще минут 5 Оно полностью готово Запах великолепный Выключаем Ну что, друзья Продолжаем разговор о дичи Вот такая получилась косуля С овощами, с луком, с морковочкой Соус прекраснейший Запах отличный Теперь это все можно тонко нарезать Лучок, зелень, укроп, петрушку Сверху присыпать Можно просто в прикуску И это очень вкусно Вот такое блюдо Запросто можно сделать в полевых условиях Оно очень простое Не требует никаких специальных возможностей Специальных приспособлений Это все можно сделать в обычном котелке Или в казани Продолжаем разговор Пробуем За ваше здоровье Очень вкусное мясо Даже не знаю с чем сравнить Оно имеет какой-то свой вкус отдельный Но никакого плохого запаха Привкуса, ничего нет Очень вкусное, нежное Теперь за охотника За Руслана Здоровья тебе дарова Продолжение следует... Руслана